Что и стоило доказать, что сегодня судья и суд перешел на сторону прокуроров и совместно заранее принимают решения и выносят совместные решения. Тот Горбунцов, который обманул тысячи и сотни тысяч вкладчиков в Российской Федерации, потом также обманул сотни вкладчиков и тысячи вкладчиков в Молдавской Федерации, в Республике Молдова, скрывается сегодня от правосудия. Он сегодня остается чистым, а Рената Усатова сегодня хотят сделать виноватым и виновным. Мы явно видим здесь, что это действительно политический заказ. Мы понимаем и видно уже, всем видно, как судья переходит на сторону прокуроров. И, к сожалению, сегодня в нашей стране не судья принимает решение или выносит решение, а его принимают и выносят прокуроры во главе с своим, так сказать, руководителем или в том же GBC офисе получают напутствие, наставления или приказы на то или иное заседание. Конечно, неприятно. Почему? Потому что по сегодняшний день и сегодняшний момент из-за вот этих вот сфабрикованных дел Рената Усатова не может вернуться в тот город, где он был выбран избирателем. Это город Бельце, где он сегодня является примарем и не может работать ни с людьми, и не те, которые его выбрали, не может работать ни с народом, который за него голосовал и который его поддерживает. Только из-за того, что прокуроры и судьи открыли открытую войну во главе с плохотником, открыли открытую войну против всех членов нашей партии, против сторонников, симпатизантов и конкретно же против Рената Усатова. Мы подтверждаем свою оценку, что все вот эти сфабрикованные уголовные дела против Рената Усатова, они являются политическими, политически мотивированными. Их цель одна – ударить по лидеру нашей партии и ударить по самой партии, максимально затруднить деятельность самой партии, помешать Рената Усатому участвовать в политических процессах, здесь непосредственно в Молдове, помешать ему руководить городом Бельце в качестве примара города Бельце. Все знают, что в ближайшее время, через несколько недель, буквально должен состояться пятый внеочередной съезд нашей партии. И даже на этом съезде, если они вот так будут затягивать рассмотрение всех уголовных дел, и мы не удивимся, если они еще сфабрикуют какие-то новые дела, то есть без конца это будут делать, то затруднительно участие физически представителя нашей партии в работе съезда, но в любом случае съезд состоится, и он выступит на нем, обратится к своим сторонникам. И еще один момент, который надо отметить, это то, что вот такими репрессивными действиями власть хочет демотивировать и подавить протестное движение в Молдове. Они всеми путями пытаются запугать людей, в том числе выбить как бы из руководства протестами лидеров, таких как Рената Усатый. Плохотнюк, он затеял очередную такую мошенническую реформу, он хочет поменять избирательную систему, хочет провести выборы таким образом по одномандатам округам, чтобы контролировать и следующий парламент дальше. Это наверняка вызовет, эти планы его, когда они начнут реализовываться практически, наверняка вызовут возмущение граждан, граждане выйдут на протесты. И, конечно, для режима, для власти важно, они заинтересованы в том, чтобы в этих протестах непосредственно не участвовал Ренат Усатый. Это тоже одна из причин, почему они его продолжают преследовать.